Всем привет, 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 привет и добро пожаловать на мой канал. Давно с вами не гуляли, давно не выгуливали вместе моего Жосика. Вон там он столб обнюхивает, видимо кто-то там до него пробежал. Поэтому приглашаю вас на прогулку со мной, немножко пройдемся по нашему райончику. Посмотрим на созревающие фрукты, например на хурму. Смотрите, какая хурма уже стала крупненькая, но еще ей до спелости очень далеко. Хотя вот тут кто-то уже чего-то срывал, видите. Хожу периодически, проверяю, как она здесь поживает. И сегодня я хочу с вами поговорить о погоде. О погоде. О самом наболевшем, о самом актуальном, о самом волнительном и о самом тревожном. Тут совсем недавно, ну пару, наверное, недель назад, я наткнулась на пост в инстаграме. Какой-то турецкий метеоролог рассказывает о том, что в Турции ожидается очень сильная холодная зима, морозная. И начнется уже в октябре месяце, начнется похолодание, в том числе и в Анталии. И он там говорит о... Пост переведенной, конечно, с турецкого на русский. Сейчас, извините, на вас не смотрю. Вот. Ну там речь идет о Эль-Ниньо и Ла-Ниньо. Если кто знает эти термины, напишите, пожалуйста, в комментариях. Хочу вашей поддержки, потому что выяснилось, что я не знаю, что это такое. Ла-Ниньо, Эль-Ниньо, что это? И, конечно же, интернет знает все. Я обратилась в Википедию, в интернет и получила кое-какую информацию по этому поводу. Так вот, что же мне удалось узнать про Эль-Ниньо и Ла-Ниньо. Вы, конечно, можете пройти по ссылкам по каким-нибудь и задать вопрос в поисковике, и получите исчерпывающий ответ. Я вам вкратце скажу, что речь идет о неком феномене, цикличный феномен, который происходит от 2 до 7 лет, с периодичностью 2-7 лет. И в чем суть? Суть в том, что на экваторе, в океан, повышает температуру где-то на 1-1,5 градуса, не больше. И если температура повышается, то приходит так называемый феномен Эль-Ниньо, а если понижается, то Эль-Ла-Ниньо. Откуда такое название? Название испанское. Эль-Ниньо – это мальчик, Ла-Ниньо – это девочка. И, значит, вот эта всемирная какая-то ассоциация по климату, извините, может быть, неправильное название я говорю, они сделали заявление в июне месяце, в июне, по-моему, 6 июня, или 6, нет, да, 6 июня, о том, что пришло вот этот вот Эль-Ниньо, и ожидается повышение температуры в ближайшее время, летом, по всей территории Европы, например, Европы, Азии. И, в частности, про Турцию было сказано, что ожидается повышение температуры, что, собственно, и было. Температура летом достигала там 45-48-50 градусов тепла, очень жаркое было лето, и было лето влажное, я вам об этом говорила многократно, то есть большие испарения влаги. А этот вот ученый, который турок, он говорит, что теперь будет холодная зима. Ну, насколько она будет холодной, мы, конечно, узнаем в будущем, но меня больше беспокоит то, что октябрь месяц ожидается холодным, и это как бы не радует, потому что многие туристы как раз откладывают свой отпуск на сентябрь, октябрь, ноябрь, потому что и путевки дешевле, отдых дешевле, и температура воздуха и воды очень комфортная. По-моему, позавчера подруга моя Лена пошла на пляж загорать, и мне оттуда пишет, говорит, замерзла как цуцик, потому что был очень холодный ветер, я, говорит, даже не рискнула в море зайти, посидела на бережку, замерзла, пошла домой греться. Ну, она вообще мерзлячка, надо сказать, она мерзлячка, потому что все равно многие купаются, погода еще позволяет, и сейчас я как раз переверну камеру и покажу вам, какая погода прямо сейчас, прямо здесь, и она меня радует, но вчера была совсем другая погода, вчера было очень облачно, был ветер, и на море была сильная волна. Ну, не знаю, какая волна сейчас, но вот как солнечно сейчас утро, время полдевятого, я вам сейчас покажу. Ну, давайте посмотрим. Видите, на небе не облачко, яркое-яркое солнце слепит, небо голубое-голубое, все такое чистенькое, нарядненькое, приятненькое. Ну, пойдемте продолжим прогулку, мой любимый фонтанчик. Мы здесь часто встречались с Джихангиром, кто не знает, Джихангир сейчас уехал к себе на родину в Узбекистан, у него там дела, у него там родители. Я у него спрашиваю, приедешь ты или не приедешь, у него, кстати, есть ВНЖ, ему продлили на два года, то есть он может здесь находиться, на территории Турции. Но он сказал, что пока ничего не загадываю, говорит, ну, моя любимая Турция, желает встречаться с ней, но пока не знает, когда это случится. И говорит, ну, пишет мне, мы с ним переписываемся еще чаще всего, и он мне пишет, Турция меня не покидает и здесь, в Узбекистане, потому что у меня много учеников, турков, которые к нему приходят на занятия. И говорит, в городе, в Ташкенте, очень много турецких ресторанов, кафе, и вообще турки там имеют свой бизнес. Жил он в этих домах. Ну, а мы пойдем дальше по улочке. Немножко прогуляемся. Свернула центральная улица, очень шумно. Вот только чуть сворачиваешь, сразу же совсем другая обстановка, и прям тишина сразу. Это вот, знаете, мне напоминает Москву, центр, когда идешь там по Тверской улице, тут чуть только свернул в переулочек, и все, совсем другая Москва. Размеренная, не шумная, московские дворики, тихие, уютные. Так и здесь. Только чуть ушел с шумной дороги. Вот она. И сразу совсем, совсем другое. Другие звуки, другие запахи, другие дома, другие люди. Все по-другому кажется. А вот бананчики. Видите, цветок еще висит. И бананы зреют. Кстати, турецкие бананы мне совсем не нравятся. Мне кажется, они какие-то невкусные. Тут цитрусовые. Ну, это либо апельсин, либо турнич. Не знаю, кто. Тоже созревает. К нам собака пристала. Очень хочет поиграть с Жосиком. Боюсь, что эти игры плохо закончатся. Гид! Это тоже, видите? Вроде казалось, совсем недавно мы с вами ходили, гуляли и видели цветущими эти деревья. И вот теперь уже висят плоды. Кстати, на базаре уже появились мандарины в продаже. И они сладкие. Сладкие, несмотря даже на то, что они совершенно зеленые. Зеленая у них шкурка вот эта вот. Но они сладкие. Надо пробовать. Там разные сорта бывают. Вот так что, если хотите полакомиться уже цитрусовыми, просите, чтобы вам дали попробовать. А вот смотрите, зацветает ютка. Плохо видно. Она очень высокая. Не могу даже подняться. Тоже очень красиво цветет. Такими белыми цветами. Ну, кто дома держит, наверное, у них знает, как цветет ютка. У него такое большое, большое дерево. Так что вот такая вот шикарная погода сейчас стоит в Анталии. Очень комфортная. Мы вчера вечером гуляли. Прям не хотелось уходить с улицы. Было примерно 21 градус. Сейчас 24. Вот. Прям сидели на лавочке здесь, в нашем скверике. Болтали с друзьями. Совсем не хотелось идти домой. Но животные требовали кашу. Поэтому пришлось расстаться. Ну, погода сегодня шикарная. Кстати, продолжается ремонт нашего дома. Нашего сете. Что-то уже покрасили. Вот если видите, там вдали. Вот это вот. Уже часть покрасили. Будет бело-серый. В общем, вот такая вот красота. У нас продолжается ремонт. Смотрите. Вот такие были желтенькие дома. А теперь будут вот такие вот белые с серыми такими квадратами. Вот они продолжают красить. И, кстати, приступили уже к подкраске моего дома. Но еще, правда, вот этот не закончили. А еще в нашем дворе растет вот такое вот непонятное для меня плодовое растение. Вот, кстати, наверху там почему-то вот это все темнеет. Не знаю, что это называется. Плод похож на яблоко. Но листики, ну, совсем не яблочные. Не знаю, что это такое. Вот тут несколько деревьев у нас. Вон, видите, темные. Непонятно. Вот тут уже оливочки. Смотрите, как их много. Но еще не зреют, не созревают. Еще зеленые. Работают сотрудники какой-то фирмы, которая нам все красит. Будет все беленькое, чистенькое и нарядненькое. Здесь вот тоже, видите, поставили лестницу. Ну, выдвинули, это пожарное. И вот они тут вот эту часть все прокрасили. И низ прокрасили. Сейчас, мне кажется, они в подъезде что-то там красят. Где-то на верхних этажах. Побелили уже потолки. Видимо, панели красят. Я хочу подойти к этому дереву, который у нас внутри сетей растет. И показать вам, может, он что-нибудь из вас признает, что это такое. Вот видите? Ну, вот прям вроде как яблоки. И косточки внутри, как яблоки. Ну, листья, это же совсем не яблочные листья. Ну, тут вот все те же самые оливочки. Жосик, пойдем домой. Вот лимончик тут у нас, видите? Вот такое одно яблоко. Другое яблоко. Вот тут вот низко. Не знаю, что это такое. Ну, прям, ну, не знаю. А здесь у меня лавр. Субфареж прибежал сюда, сорвал. О, мои. Фруктики. Вот. Дошли до моего огородика. А тут, как в песне, трава по пояс. Я сначала хотела прополоть вот тут вот все. Вон, видите, там у меня этот найденыш, там мой растет. Вот. И тут вот где-то даже частично, вот видите, трава режда. Частично вырвала эту траву. Но потом я поняла, что трава защищает мои растения от палящего солнца. Поэтому они вот здесь вот в траве, видите, какие жирненькие. Их не припекает, травка защищает. Я решила не полоть эту всю историю. Вот они прям восстановились такие. А здесь, видите, я выпалола. И они вот такие немножко дохленькие. Вот. И они до меня. Ну, и тут вот лимончики. Ароматненькие такие. Нужно сорвать чайку попить. С зелеными. О, смотрите, их тут много. Я вернулась домой и хочу с вами все-таки договорить про этот феномен Эль-Ниньо. Ну, теперь мы уже, когда его прогнозировали по температурным режимам за последние там несколько лет, пришли к выводу ученые, что вот он непримерно будет в этом году. И он был, потому что прогнозировали его на июль-август. Я, кстати, посмотрела дату, когда было опубликовано заявление об этом, 6 июля. Да, вот. Ну, и действительно, температуры были высокие. Но теперь мальчик Эль-Ниньо сменится на девочку Ланинья. Я не знаю, как это быстро происходит, потому что я вот сколько прочитала всякой информации про это, ну, меня заинтересовало, я, ну, не очень поняла, как быстро это происходит. Если это цикличность, там, 2-7 лет, то, как бы, в этом году, наверное, не следует ожидать холодных температур. Ну, я не метеоролог, и поэтому я не знаю. А может быть и сам этот Эль-Ниньо, он, может быть, тоже характерен тем, тоже не прочитала эту информацию нигде. Может быть, он как раз характерен тем, что высокие температуры летом и низкие зимой. Не знаю. Если кто-то знает, может, у нас среди нас есть метеорологи, может быть, они пояснят эту ситуацию, то, что я, если честно, в растерянности. И этот термин вообще впервые услышала. Вот. Ну, как это нас касается, почему я все время про это так долго говорю, потому что, вы знаете, я жду свою подругу Галю в октябре, в ноябре. Ей не удалось покупаться в мае и в июне, потому что была плохая погода, очень холодное море было. И я надеялась, что она приедет в октябре, там, в октябре, в середине октября, приедет и ей удастся искупаться. Вот такие тревожные новости я читаю на сайтах, в инстаграме, в постах из Турции. Такие тревожные новости. Ну, будем надеяться, что все будет не так. Климат очень меняется у нас на планете. И, кстати, вот прогнозы, вот эти вот дальние метеорологов по поводу Эль-Ниньо, кстати, касаются и России. И прогнозы говорят о том, что зима будет крайне холодная, с большим количеством осадков, то есть снежная. Ну, не знаю, может в Сибири будет снег в Новосибирске, а в Москве, может, дождь будет лить. Кто ж его знает. Поживем, увидим, все у нас впереди. И вот, что я вам еще хотела сказать. Спасибо, что вы со мной погуляли, посмотрели на фрукты, овощи и за то, что мы с вами прогулялись, чтобы вы мне составили компанию для прогулки с Жосиком. Мы пришли, лапы помыли, уже кашу поели. Да, Жека? А Муся там гоняет какие-то игрушки, нашла и гоняет детские. Все, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.